У нас сегодня тема алименты и раздел имущества. Да, я свинишком с розовым, потому что дети должны быть защищены и все такое. К сожалению, тот мужчина, которого мы знали в браке, к сожалению, после разрыва оказывается совсем другим человеком. То есть вообще, в принципе, давайте разберем, кто такой мужчина, кто такой отец. Это человек, который берет ответственность за содержание своих детей. И при разводе с женщиной хотя бы на 50% выполняет свои финансовые обязанности. В противном случае это не отец детей, это просто биологический материал. Я прошу прощения при всей своей любви и уважении к мужчинам. Но оно так и есть. Даша, я права? Да. Пара расходится. Неважно, по каким причинам. Уходит муж или уходит жена. Ну, в общем, жизнь она такая, так сложилось, что мама и папа быть вместе не могут. Если еще нет официального развода, но, допустим, пара уже там несколько месяцев, полгода живет отдельно. Мы можем подавать на алименты на содержание детей? Даже не разъезжаться и не разводиться для того, чтобы подавать на алименты. Это у нас так называемое мировое соглашение. Это когда мама и папа, два цивилизованных человека, которые в состоянии договориться, да, вот они подписывают такой документ. Но в 80% случаев мама и папа не могут договориться. Единственное, что на сегодняшний день является мощным, крутым правовым рычагом, который только недавно появился, его не было до сегодняшнего момента, это уголовная ответственность за злостное... За неуплату алиментов, правильно? Дело в том, что мы с тобой тут две девушки, это еще не значит, что обязательства по содержанию ребенка нарушают только мужчины, да? Хорошо, Даша, давай мы сейчас в это не будем углубляться, давай пойдем немножко дальше. Ну вот у меня, например, есть приятельница, она поступает следующим образом. Значит, у нее двое детей от разных мужей, каждый из них платит ежемесячно алименты, и в конце года все квитанции, которые она за год собрала, через суд, она половину к себе возвращает в судебном порядке. Да, так можно. Вплоть до того, что если он не выплачивает это, то на его движимое, либо недвижимое имущество накладывается арест. Вообще неуплата алиментов, кстати говоря, а уголовной ответственности я уже сказала, и немногие сегодня об этом знают, потому что, я же говорю, это не древняя статья, это статья очень новая, такая современная и свежая. Поэтому, товарищи, которые у нас уклоняются от уплаты, просто необходимо посмотреть им этот эфир для того, чтобы понять, что сегодня все стало еще строже. Запрет на выезд за границу, отбирают водительские права, то есть, по сути, блокируют, ну, множество возможностей для той же работы, для той же неофициальной работы, то есть, ну, потому что нужно искать какие-то методы, которые, наконец-то, от человека заставят выполнять эти обязательства. И с каждым годом они все жестче и жестче. Ну, это очень хорошо, это очень хорошо, меня это радует, такие меры. Законодательство на стороне, на самом деле, тех, кто взыскивает, потому что сегодня процесс, например, по взысканию, в отличие от еще прошлых годов, да, там, давно минувших дней, скажем так, он гораздо быстрее увеличивается, этот процесс. А в связи с чем связано это ужесточение, Даша? Ну, в связи с тем, что огромное количество исполнительных производств в исполнительных службах, огромное количество долгов, должников, точнее, ну, как-то же нужно с этим бороться. А простыми словами, отцы своих детей просто-напросто после развода отказываются выполнять свои финансовые обязательства по отношению к своим детям. Да, только я готова тебя поправить в отношении того, что мы говорим сейчас не об отцах, мы говорим о родителях. Да. И вот, если нас смотрят, к нам присоединились и девочки, и мальчики, я вижу, всех приветствую, всем доброе утро. Я просто почему говорю все время об отцах, потому что это более распространенное такое явление. Ну, ладно, да, явление. Я так не могу, какое-то такое, ну, это слишком оценочное суждение, чтобы я об этом так громко говорила. Но я понимаю, о чем ты как женщина, я понимаю, о чем ты говоришь. Я прекрасно понимаю, о чем ты говоришь, потому что сейчас, как бы, ну, мы живем в 21 веке. Женщины сегодня наравне с мужчинами работают, зарабатывают деньги, а иногда зарабатывают и больше денег, нежели мужчины. И ничего в этом такого нет. Ответственность лежит одинаково на обоих родителях. Я совершенно с тобой согласна. И речь идет не о том, чтобы обобрать одного из родителей до нитки, а речь идет о том, чтобы одинаково, 50 на 50, с уважением друг к другу, участвовать в финансовом аспекте. Ну, Даша, я тебе объясню, почему так происходит. Многие расходятся и думают себе, что родители будут помогать, что родители ответственные, что как-то договоримся, что не может человек, который там много лет жил с детьми, любящий отец, который попки целовал, а сегодня он говорит, ну, давай, все сама. Понимаешь? Даша, теперь немножко не о праве, а вот такой моральной стороне вопроса. Вот почему? Почему? Это же, понимаешь, это же не из пальца высосано. Это же истории наших с тобой подруг, наших каких-то знакомых, наших друзей. Почему эти мужчины из любящих отцов, которые целуют попки и пяточки своим детям, превращаются в таких монстров? Вот почему? Почему это происходит? Вот неужели злость и обида, вот она настолько разрушает? Ну, давай так. Конечно, я вижу разные ситуации. В частности, те, в которых, да, там и мать, ну, если мы будем сейчас вот говорить, да, о теме, когда именно отец уклоняется всячески, когда... Ну, это самый распространенный вариант, поэтому берем его за основу. А мать там тоже находится, скажем так, не в самом стабильном и трезвом эмоциональном состоянии. Людочка, надо, да, надо. Будем искать. Такие случаи я знаю, потому что согласись с тем, что всё-таки на, ну, добрых 70, а может и больше процентов, то, как будут складываться отношения между родителями после развода, зависит от женщины. Я понимаю, что сегодня это немодное мнение, непопулярное, ну, в силу того, что у нас равноправие и даже какие-то там отклики феминизма процветают и всё остальное. Но, действительно, я сторонник, скорее, того, что женщина, ну, строитель отношений в большей степени, чем мужчина. Она умеет это делать лучше, чем мужчина. Соответственно, конечно, когда я вижу, допустим, там, неадекватных бывших жён, это одно. Когда мы говорим всё-таки о женщинах, которые прежде всего руководствуются тем, чтобы их дети жили в благополучии, в нормальном эмоциональном состоянии, максимально всё делают для того, чтобы дети общались с отцом, да, не препятствуют этому, не запрещают встречи. Ну, ты же знаешь, что и такое бывает, что, к сожалению... Да, да, я это знаю. Потому что та же обида, там, те же какие-то эмоции, ну, затуманивают совершенно голову и... Но когда мы, конечно, говорим о тех женщинах, которые свято, вот, действительно, ну, вот, мать — это что-то святое. Когда, действительно, они выполняют эти, вот, материнские обязанности в полной мере, действительно, ну, объяснить, почему отец забывает о том, что ещё, там, неделю назад или месяц назад или год назад как-то целовал паточки, ну, сложно это как-то объяснить. Конечно, есть такая мысль, что мужчина любит детей, пока любит женщину, и однократно озвучила наша с тобой общая знакомая. Но, наверное, женщины с Венеры, мужчины с Марса, ну, каких-то ответов, не хватных дать на этот вопрос, но мне сложно. К тому же у меня опыта такого нет. Ты знаешь, Даша, мне кажется, здесь просто обоим родителям важно абстрагироваться от причины развода, от всего, от всего, друг от друга, и быть зацикленным только на благополучие своего ребёнка, отбросив какие-то обиды и всё такое. Но, к сожалению, это очень сложно, это сложно как некоторым женщинам, так и многим мужчинам, давай так. Потому что, ну, вообще, когда женщина уходит от своего мужа, мужчины вообще это не прощают, они в большинстве случаев не всегда ведут себя безобразно, потому что они думают, что наказывая рублём свою жену бывшую, они ведь наказывают ребёнка. Ну, потому что какому ребёнку будет хорошо, когда его маме будет плохо? Согласна? Ну, да. Девочки и мальчики, из этого делаем вывод, что приобретение совместной недвижимости в браке – это очень важный аспект. Это супер. Это некоторые финансовые гарантии, да? И давайте не будем об этом забывать, когда мы рожаем детей, потому что никто не знает, как у нас сложится жизнь. Ты согласна? Согласна. То есть, чего я, кто вот сейчас в этом процессе находится, чего я, собственно, всем и желаю. Сделать это именно таким вот добрым, ну, насколько он может быть добрым, этот процесс, и мирным путём. Более того, чисто с моральной такой точки зрения, да, всё-таки мы это трагиваем чуть-чуть, вот, скажем, вот. И я хочу сказать, что, в принципе, когда я беру за такие дела, я, наверное, где-то и немножко психологом являюсь, потому что очень важно здесь вот не переиграться, не разозлить, чтобы всё было вот, ну, адекватно. Мужчины, без вас мы никуда. Я вас призываю, несмотря на разные причины, разные обстоятельства, несмотря на обиды и всякие другие недоразумения, оставаться мужчинами и оставаться отцами для своих детей и не превращаться в биологический материал. Это раз. Женщины, вам я желаю не нюнькать, перестать на кого-то рассчитывать, брать ситуацию в свои руки и понимать, что вы точно так же ответственны финансово за благополучие своих детей, да. То есть не то, что я женщина, я мать, я родила, всё, с меня как бы всё. То есть не те уже давным-давно времена, времена эти прошли, о, времена, о, нравы, да. Ну, вот как-то так. Что я слышу, например, вот я сейчас подам на алименты, он разозлится и вообще ничего не будет мне давать. Да, я согласна, есть такие мысли, у многих есть такие мысли. Постоянно. Я всегда говорю о том, что давайте так, тут это мы всегда успеем. Давайте начнём с переговоров, давайте встречаться вместе. Легко, пускай берёт своего представителя человек, да, адвоката. Ты приходишь со своим адвокатом, у вас дискуссия, у вас диалог, у вас есть какие-то пространные планы, по которым вы можете, ну, грубо, знаешь, поставить галочку или поставить минусик, то есть где мы дошли к какому-то пониманию, где не дошли. Потом, по итогу вот таких мирных переговоров, если мы понимаем, что мы не можем договориться с человеком, мы подаём в суд. Более того, не нужно это скрывать, не нужно пытаться делать точных решений, не надо это называть войной, давайте это называть, ну, правовой спором, потому что это и есть правовой спор, это такая не война. Это логично, это нормально, не нужно скрываться, не нужно бояться. Помните, что у вас есть права, это ваша защита, ну, по сути, да. У вас адвокат, который также является вашим защитником, который может подсказать, который может на переговорах взять на себя инициативу, скажем так. И я прошу просто женщин действительно не бояться думать в этот момент вот не о себе, потому что страх — это где-то тоже проявление эгоизма, а думать о ребёнке. И мне кажется, что любая мама, когда любит своего дитя и когда думает о нём, она способна на такие поступки, которые, ну, не то что никакого общего с эгоизмом не имеют, а являются тысячопроцентным альтруизмом. Вот пускай вам и движение, и вашего ребёнка лучше. Может быть, будет непросто. Тут это всегда психологически сложно, но поверьте мне, что оно того стоит. И лучше знать, что ты можешь рассчитывать на какие-то там 3 тысячи гривен в месяц, а пускай две, а пускай тысячи. Но ты понимаешь, как ты планируешь твои расходы. Пусть у вас всё будет хорошо, в семье царит мир, любовь и взаимопонимание. А даже если такие неприятности и случаются, пусть всё это как-то разрешается благополучным, цивилизованным путём и обязательно в пользу детей. Да, не в пользу детей. Вот прекрасный тост.